Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» и сегодня предлагаю поговорить о достижениях белорусской науки. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь к нашей беседе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Академия наук БССР, где прошел практически все инженерные и научные должности. В 1991 году Юрий Плескачевский возглавил институт. В 2002 году, согласно указу президента, назначен вице-президентом Академии наук Беларуси. С 2003 по 2005 годы Юрий Михайлович – председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. С 2005 по 2009 главный научный сотрудник Института тепло- и массообмена имени Лыкова Национальной академии наук Беларуси. В декабре 2009 года Юрий Плескачевский принимает предложение вернуться в Гомель на открывшуюся вакансию председателя президиума гомельского филиала Национальной академии наук. С 2016 по 2018 год советник Национальной академии наук Беларуси в Погомельской области. Юрий Михайлович Плескачевский – автор более 550 научных трудов, в том числе 21 монографии, 111 изобретений. Подготовил 8 докторов и 12 кандидатов технических и физико-математических наук. Награжден орденами «Знак почета», «Отечество третьей степени», а также высшие награды Национальной академии наук Республики Беларусь с золотым медалем за великий уклад у развития науки. На вопросы, которые касаются достижений белорусской и мировой науки, прямо сейчас можно получить ответ по номеру телефона в Гомеле – 340-043. Свои сообщения вы также можете отправлять в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Здравствуй, Ольга. Юрий Михайлович, я поздравляю вас с Днем Белорусской науки, который отмечался буквально вчера. Спасибо большое, что вы нашли время для того, чтобы сегодня прийти к нам. Спасибо за поздравление. Начинаем ваши вопросы. Начинаем. Но начинаем мы в этом году немножко иначе, чем это было раньше. Лучше начинаем мы с анонса тех событий, которые произойдут в регионе на этой неделе. Давайте посмотрим вместе. Больше возможностей для эффективного лечения. В понедельник, 28 января, в Гомельской областной клинической больнице официально открылись аллергологическое и таракальное отделения. Службы и ведомства по традиции в январе анализируют результаты работы в минувшем году. Во вторник, 29 января, итоговая коллегия состоится в областной инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области. В среду итоги деятельности в минувшем году проанализируют в Главном управлении землеустройства. Также на 30 января запланировано открытие мини-ТЭЦ на местных видах топлива в Калинковичах. В четверг, 31 января, о самых масштабных акциях минувшего года пойдет речь на пленуме областного объединения Белорусского фонда мира. В пятницу, 1 февраля, итоги социально-экономического развития города Гомеля в 2018 году и задачи на 2019 год планируется обсудить на заседании Гомельского городского исполнительного комитета. Эти и другие новости смотрите в эфире «Беларусь-4 Гомель». Юрий Михайлович, откуда вы узнаете новости? Ну, на разных этапах своей жизни это был разный приоритетный порядок. Раньше это были газеты и телевидение, потом, наверное, уже в другом порядке телевидение и газеты, а сегодня это интернет, телевидение, газеты. А что касается научных новостей, то я всю жизнь прорабатываю порядка 20 наименований периодических журналов. Это «Наука и жизнь», «Кимия и жизнь», специализированные журналы по интересующим меня направлениям. Ну и, конечно же, интернет сегодня, так сказать, самый главный источник. На самом деле, да, главный источник информации. К сожалению, в нем достаточно легко запутаться. Нужно немалые доли опыта, критики обладать для того, чтобы разбирать, что же здесь правда, а что на нее мало похоже. Юрий Михайлович, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я хотел задать вопрос Юрию Михайловичу. Почему закрыли Гомельский филиал Академии наук Белоруссии? Владимир. Спасибо за звонок, Юрий Михайлович. Ну, можно не с этого вопроса мы начнем. Давайте мы этот вопрос немножко, я отвечу, измейте, Владимир. Давайте я на этот вопрос немножко позже отвечу. Хорошо? Тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос. Тяжелый, не для начала программы. Не для начала, да. Владимир, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я надеюсь, вы нас простите. Но мы будем это держать, да, в уме будем об этом помнить. Юрий Михайлович, какая новость из мира науки для вас стала главной в минувшем году? Ну, я отслеживаю вообще весь информационный поток, но не весь, а то, что мне доступно. И по разным версиям даются те или иные топ-10, топ-5 важнейших достижений. Но я считаю, вот все, и мы с вами, и, надеюсь, все телезрители, знают, что такое периодическая система элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Так вот, в прошедшем году, в 2018-м, мы будем о достижениях прошедшего года говорить, надеюсь, шесть новых элементов со 113 по 118 специальный комитет есть международный, зарегистрировали они, будут внесены в периодическую систему элементов Менделея. Это достижение Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Мы с этим институтом много лет сотрудничаем. Здесь с 1971 года мы проводим международные школы по физике. И автор, основной из авторов, в лаборатории которого Аганисян, академик Аганисян, где произошли эти открытия, в честь его, по предложению, кстати, американских коллег, Аганисян назван. Мы будем видеть в периодической системе элементов, элемент Московии. И еще четыре элемента, которые имеют более сложное название. Представляете, это элементы короткоживущие, которые живут там микросекунды, и за это время отработаны такие методики, что удается измерить весь спектр физических и химических свойств. Однозначно определить. Ну и второе достижение. Как бы там ни говорили, какие-то моральные принципы этот китаец нарушил. Да, сегодня с эмбрионами нельзя работать, но он это сделал. И если это не утка, не вранье, то я думаю, что вот то, что он нашел тот ген, который отвечает за заболеваемость человека ВИЧ, и у родителей, которые ВИЧ-инфицированы, родились двойняшки, две девочки, у которых этот ген на стадии зародыша удален. Да, сегодня нельзя с этим работать. Нельзя, потому что мы еще слепы в этой области, но кто-то же должен прозревать. Если он прозрел в числе первых, я думаю, вспомните, лет через 5-7 он получит Нобелевскую премию. Вот два крупнейших и определяющих события, важных для жизни. Еще много других, но я думаю, что это важнейшее. Спасибо большое. В научной жизни нашего региона тоже произошло важное событие с пометкой «Впервые гумерские ученые вошли в число победителей престижного научного конкурса совместного Национальной Академии Наук Беларуси и Российской Академии Наук». Давайте все вместе на эту тему посмотрим сюжет. Это действительно произошло впервые. Региональные научно-исследовательские институты Беларуси и России получили совместную престижную премию Российской Академии Наук и Национальной Академии Наук Беларуси, которая присуждается один раз в три года. Для человека, не посвященного в таинство науки, название представленной работы звучит сложно и непонятно. Функциональные материалы, мезомеханический анализ, таксономический прогноз, компьютерный дизайн структуры и перспективы создания умных материалов. В реальности эта программа, позволяющая заранее рассчитывать свойства новых полимерных материалов, сфера применения которых от медицины до горнодобывающей отрасли. Среди тех, кто получил престижную премию с белорусской стороны, член-корреспондент Национальной Академии Наук Беларуси профессор Юрий Плескачевский, заведующий лабораторией Института механики металлополимерных систем Сергей Шелько и профессор Виктор Гальдаде. Среди партнеров – ученые Сибирского отделения Российской Академии Наук. Работа идет у нас также одновременно в Томске и в Гомеле. Томские партнеры создают композиции, состав которых был спроектирован методами компьютерного моделирования здесь, в нашем Институте механики металлополимерных систем. Затем мы вместе рассматриваем эти результаты, анализируем и идем в направлении усовершенствования этих материалов. Нельзя сказать, что компьютерным прогнозированием в союзном государстве больше никто и нигде не занимается. Однако гомельчане вместе с их томскими партнерами явно оказались на передовых рубежах. Иначе, говорят, просто нельзя. Или ты впереди и предлагаешь действительно что-то новое, или тебя никто не знает. По-другому в научном мире не бывает. Приводимый пример наглядно иллюстрирует, насколько востребованы современные научные разработки, например, в медицине. У нас есть одна монография, которая касается как раз эндопротезирования суставов. Она тоже переведена на английский язык. Там есть картинка. На картинке нарисована женщина, у которой заменены многие органы. И вы знаете, начиная от головы и до пят, практически все органы можно заменить на искусственные. Так что в медицине уже очень много, очень много искусственных органов. Благодаря разработкам гомельских и томских ученых сегодня создана платформа, позволяющая проследить на разных уровнях, как материалы поведут себя в различных условиях. На эту тему уже опубликовано около ста научных работ, почти половина которых совместные. Причем эти методики уже находят практическое применение. Тем самым в мировой науке сделан еще один шаг к разработке так называемых умных материалов. В последние годы это бум технологии, технологические методы, в частности методы 3D-печати так называемой. Вы знаете, что уже многие изделия просто печатаются на принтере в трехмерном виде. И здесь как раз так же очень удачно складывается вот эта компьютерная модель, которая представляет собой как раз чертеж фактически этого нового изделия или даже материала. И сразу его можно реализовать на методом 3D-печати с использованием наноматериалов современных. Получается и быстро, и качественно, и разработка сокращается во много раз. Главное поставить правильную задачу и привлечь необходимые ресурсы в части материалов, компонентов, так называемых расходных материалов, и компьютерное обеспечение по этому поводу тоже нужно иметь, которое позволит замкнуть вот эту технологическую цепочку, весь этот цикл. Вы смотрите «Диалог». Юрий Плескачевский, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь. Сегодня у нас в гостях. Юрий Михайлович, я поздравляю вас со столь успешным проектом и его признанием на таком высоком уровне. Кто еще из гомельчан в минувшем году получил заслуженные награды и признание в научной среде? Ну, вы знаете, очень урожайный год, ушедший, 2018 год. Кроме вот этой названной, действительно, это очень высокая премия. Не менее высокая. Это премия Национальной Академии Наук Беларуси. В этом году, по итогам прошлого года, ее удостоены сотрудники Института механики металлополимерных систем. Это кандидат наук, кандидат наук Бухаров, доктор Наук Григорьев и кандидат наук Сергеенко. Достаточно сказать, чтобы люди представляли, телезрители представляли, за что дают такие высокие премии. Это 150 публикаций. Это новое научное направление. Это решение важной научно-технической проблемы. И в данном случае снижение вибраций и шума на транспорте, в машинах и механизмах. Это импортозамещающая продукция. Вот только за пять последних лет разработки вот этого творческого коллектива, по разработкам этого творческого коллектива, производительной продукции более чем на полмиллиарда рублей. Более чем на 40 предприятиях, можете себе представить, это надо проехать было эти предприятия, изучить вопросы, предложить что-то, провести множество переговоров и добиться того, чтобы использовались эти разработки. Это крупнейшие наши отечественные предприятия, такие как БМЗ, тракторный, Гомсельмаш, российские, тоже открытое акционерное общество, Туполев, ну и так далее, и так далее. Вот тот уровень, на который надо выходить, для того, чтобы сегодня получить вот такое признание. И, к счастью, вот у нас такие работы есть. Ну и вот добрая традиция. У нас президент нашей страны, Александр Григорьевич Лукашенко, ежегодно накануне Дня науки встречается с учеными и вручает дипломы докторов науки, аттестаты профессоров. Но это не просто формальное вручение, это всегда диалог, это всегда какая-то ориентировка на какие-то те или иные цели и задачи. И от этой встречи всегда требуются какие-то следующие решения, воплощения тех идей, которые там обсуждались. Но его очень похвально и, так сказать, знаково, что аттестат профессора получила доктор физмат-наук Яровая из Университета транспорта. Это вообще уникальная ученая. Она, в свою очередь, была самой молодой женщиной, доктором физмат-наук. И тоже из рук президента получила диплом доктора физико-математических наук. Ну а вот позавчера она получила, в пятницу она получила уже аттестат профессора. Ну, диплом доктора сельскохозяйственных наук получил Баранов из Института леса. А диплом доктора физико-математических наук получил ректор нашего Гомельского университета Хохомов. А на следующий день, я был свидетельством тому, председатель высшей аттестационной комиссии вручил ему свидетельство о том, что его докторская признана лучшей в стране из всех защищенных докторских в области естественных наук. Это колоссальное вообще признание. Но тут же была отмечена, как лучшая работа среди кандидатских диссертаций, уже в номинации технические науки, это Вера Шевченко из родного мне Института механики металлополимерных систем. Мы на предыдущих встречах обсуждали и радовались, когда Академия наук ежегодно утверждает топ-10 лучших научных достижений, хотя бы одно из Гомеля попадало. В этом году из десяти три ушли в Гомель. Это Институт леса подутов с Барановым получили такое высокое признание, из Института радиобиологии Чешек с Никитиным и из Института механики металлополимерных систем Писецкий с Кривогузом. Ну и следующий уровень номинации – это стипендии президента. Это в разных номинациях, в том числе талантливые ученые, талантливая молодежь, лучшие аспиранты и так далее. Вот из Белгута Рогачева-младший и Патылкин получили такую стипендию. Жанна Кадолич из Белорусского торгово-экономического университета получила тоже такую стипендию. Мне особенно это приятно отметить, поскольку когда-то я читал лекции еще в Белгуте, она окончила прекрасно Белорусский государственный университет транспорта, а потом пришла на работу в Институт механики металлополимерных систем. Ну и вот была удостоена такой стипендии. Из Медуниверситета Садовский с Воропаемым, из Гомельского государственного технического университета международный грант получен из Триеста и Италия, Международного центра теоретической физики Панков. Он же грантом президента также удостоен. Ну и 100 талантов. Национальная академия наука завела такой список по распоряжению главы государства. 100 молодых талантов Национальной академии. Этот список будет закрыт. И каждый год он пополняется двумя-тремя фамилиями. И по мере того, как возраст будет превалировать, кто-то будет выходить из этого списка, но тем не менее они будут всегда оставаться в поле зрения. А новые молодыми будет пополняться этот список. Вошли трое в этом году. Это Разумова и Пантелеев из Института леса и дворник из Института радиобиологии. Ну и наши производственники, заводской сектор науки. Тоже это и БМЗ имеет приличные результаты, и Светлогорский ЗИВ. А ГОМ-Сельмаш отраслевую премию Минпрома получил за початко-уборочный комбайн. Ну и вообще не могу не сказать, вообще уникальная премия Иван Штейнер, профессор из университета нашего Гомельского государственного университета Минфранцисса Карина, получил национальную отраслевую литературную премию в области критики и литеравведения. За талантливое произведение смех с болестью смешан. Причем присуждают, это трудно представить, три министерства, как они договорились. Это Министерство информации, Министерство культуры, Министерство образования, совместно с Союзом писателей присудили вот такую вот высокую премию нашему земляку. И вот небывалый год с точки зрения защиты докторских кандидатских диссертаций, у нас защищены 6 докторских из 40 кандидатских диссертаций за год. Такого тоже. Вот по существу раньше был объявлен Год науки, но я считаю 18-й год для гомельчан, это в полном смысле годом науки. Он только заложил какую-то основу, фундамент, а выстрелило все это вот спустя два года. Выстрелило, да, совершенно верно. Юрий Михайлович, поздравляю от всей души наших ученых и именитых, и совсем молодых. Люди талантливые, люди кроме этого очень трудолюбивые, целеустремленные, пусть их успехи этого года послужат только стимулом и дальнейшей мотивацией. Что происходит дальше? После того, как работа завершена, конкурс завершился, признали, заслуги отметили. А что дальше? Ведь мало просто увидеть свое имя где-то на обложке, да, или свидетельстве. Ведь я думаю, что главная цель ученого, чтобы это работало, чтобы это приносило результат людям, облегчало их жизнь. Ну, что касается завершена, вообще завершенных работ не бывает. Резерфорд, вот известный, это, кстати, мировой Нобелевский лауреат, когда он давал задание вновь принятому на работу сотруднику, тот выполнял задание, приходил и говорил, что я выполнил это задание, что мне делать дальше, он его увольнял. Потому что каждый шаг в науке открывает новые неизведанные горизонты. Это чем больше ты узнаешь, чем выше поднимаешь, и тем страшнее становится видеть то, сколько ты еще чего не знаешь. Поэтому есть этап, просто на каком-то этапе работа считается завершенным. На этой ступеньке мы останавливаемся, отталкиваемся от этой ступеньки и идем вперед. Ну, а внедрение? Ну, внедрение уже это устарелый термин. Внедрение означает насильственное проникновение одной среды в другую. Поэтому есть уже узаконенный термин освоение. Это программы освоения. У нас есть программы, выстроенные программы фундаментальные, там поисковые программы, государственные научно-технические программы и программы освоения. Но надо иметь в виду, что если на фундаментальные нужно 1 рубль, на разработку опытных образцов 10 рублей, то на освоение уже 100 рублей. Вот такая пропорция. То есть, в принципе, вопрос всегда упирается в финансирование. И задача ученых вместе с теми, кто определяет приоритеты страны, определить, а что в первую очередь должно финансироваться. А что в первую очередь должно финансироваться? Ну, в первую очередь должно финансироваться то, что окупится быстрее, даст максимальный экономический эффект и позволит нашу продукцию поднять на новые, более высокие, конкурентоспособные уровни. Есть структура, соответствующая в Госкомитете по науке и технологии, Министерстве экономики, которое это отслеживает. И в программу освоения попадают именно такие работы. У нас есть такие работы в нашем регионе, которые имеют хорошую перспективу для их практического освоения? Не, ну вы знаете, сегодня, будь то академический институт, будь то научное подразделение вузов, практически финансируются только прикладные работы. Я всегда говорил и повторяю, и пользуясь случаем, опять обращаясь к соратникам по цеху, никто никогда вам не скажет, что надо развивать фундаментальные исследования. Это наша зона ответственности. Всегда будут требовать, и это правильно, значит, прикладные аспекты. А прикладные аспекты, ну, например, в Белгуте цифровая железная дорога. Мы уже это ощущаем на себе, уже не надо идти в очереди стоять за билетом, можно войти, так сказать, в интернет и купить любой, так сказать, билет в нужном направлении. Медуниверситет, устройство для лечения там врожденных всевозможных отклонений от правильного, так сказать, двигательного аппарата. Отчисленная модель проката труб Гомельского государственного технического университета. Полевский институт растееводства, вот под Мозырем, в Криничном, есть такой институт академический, гибриды кукурузы. В Довске экспериментальная опытная станция, она разработает модели, оптимальные модели кормления, положим, животных. Если бы мы все прислушивались к мнению ученых и работали по этим моделям, у нас были бы больше и привеса, и надои, и все остальное. Но один институт механики металлополимерных систем в прошлом году выполнил 130, выполнял и выполняет 138 хозяйственных договоров. Это все прикладные работы, которые находят применение. Сегодня предприятия, отчеты, какие бы красивыми, золотыми буквами они не были напечатаны или красивые кожаные переплеты переплетены, финансируются только конкретные работы. Я думаю, что это то, что будет находить применение и перспективу в ближайшем будущем из разработок гомельских ученых. Но далеко не полный перечень, но это основное, по моему субъективному мнению. Спасибо большое. А как достижения современной науки влияют на вашу жизнь? Мы поинтересовались мнением людей на улицах. В продуктах питания мы уже много знаем, всяких химических добавок, очень много, которые увеличивают срок реализации, срок хранения. Это тоже отрицательно, естественно, действует на здоровье людей, на их продолжительность жизни. И вообще очень много, и это можно долго рассуждать, очень много всяких есть нюансов, которые именно усложняют. Конечно, есть, которые и облегчают нашу жизнь, и улучшают те же достижения в информатике. Весь компьютерный наш мир, который, кажется, облегчает нашу жизнь, облегчает общение между людьми. Но в то же время отрицательно действует, если долго общаться по тому же сотовому телефону. Целлофанные пакеты мне не нравятся, что они биоразлагаемые. Если бы эти пакеты были биоразлагаемые, они бы нам так не усложнили. Они бы развалились и все. А так, думаешь, как их утилизировать? Начинают пылесосы, телевидение и всему подобное. Вот это... Мы никогда не задумываемся, потому что это настолько уже естественно в обиходе, каждый день. Мы используем это все. Но это уже стало... Без нее ничего нельзя без этих вещей сделать. Хорошее по поводу связи, можно сказать. Вот телефоны, смартфоны, вот это все очень удобно придумали. Тоже телевизоры очень удобные. Но я вообще работаю поваром. Вот, допустим, по поводу оборудования много чего интересного тоже придумывают. Полезного на самом деле. Вооружение очень нравится. Я в этом немножко понимаю. Телефоны, мобильные. Без мобильного мы уже не люди. Где бы ни был, значит, мобильный связь. Очень хорошо. Очень сильно техника развита. Это я, как инженер по образованию, очень этому радуюсь. Но оно еще и дальше развивается. Мы же не все знаем. Во всем развитии неплохо. Если опустить вопрос экологии. Конкретно пластикой. Ну, не все, конечно, нравится. Правильно, пакеты засоряют. Окружающее все. Развитие всех этих гаджетов приводит к тому, что если у человека отобрать эти гаджеты, то жизнь его становится очень сильно тяжелой. Правильно. Тоже на примере детей. Раньше дети гуляли на улице, веселились, катались там на горках, во дворе. А сейчас сидят дома, играют в планшеты, в компьютеры. И общение сводится к переписке в интернете, в телефоне, в планшете. Поэтому, конечно, есть позитивные моменты, есть крайне негативные моменты. В плане какого-то общения, в плане еще чего-то. Это, конечно, развитие прогресса минус, чем плюс. В плане бытовой техники, это, конечно, значительно улучшает качество жизни. Мы продолжаем диалог в прямом эфире и говорим сегодня о развитии науки. Юрий Михайлович, вас восхитили мнения наших респондентов. Да, очень информированные люди. Видно, чувствуется, что люди информированы. И с точки зрения научных достижений акценты расставлены правильно. Но и те проблемы, которые на слуху, которыми наука занимается и должна заниматься, люди это все видят, ощущают, и это радует. Правда ли, что конец пластиковой эры уже близок? Уже в Европе потихоньку запрещают использование пищевого пластика. А чем один из самых дешевых материалов человечество сможет заменить? Это мне вопрос как специалисту по полимерным материалам, которым всю жизнь занимается полимерным материалом. Слухи о том, что пластиковый век завершается, слишком преувеличены. Преждевременный? Преждевременный, конечно. Еще мы и максимума не достигли. Хотя по объему производства в объемном выражении пластики превзошли уже все остальные металлы и все остальное вместе взятое. Так вот однозначно говорить, что конец пластиковой эры. Все тоже упирается в стоимость, в цену. Понимаете? Попробуйте перейти резко с пластиковой упаковки на стеклянную. При скольких температуре плавится стекло? Начинает только размягчаться 800 градусов. А плавится при 1200, а то и 1800, а некоторые 2000 градусов. А полимеры, тот же полиэтилен, 120 градусов по Цельсию, и он течет как водичка. То есть где энергетические затраты-то? Для каждого материала должна быть своя ниша. То, что упаковано в пластиковую тару, не должно быть дороже продукта, который упакован в эту тару. И вообще пластиковая упаковка – это обычно 5-7 слоев. И каждый из них один пропускает газ в одну сторону, другой в другую. Там биоцидные пленочки, которые препятствуют проникновению бактерий. Да, у пластиковой упаковки множество преимуществ, достоинств. Я к тому, что у нас для каждого должна быть своя ниша. И везде должен быть разумный экономический расчет. Я всегда говорил и продолжаю говорить. Двигателем здесь должен быть стандарт. Вводите стандарт на то, чтобы такая-то упаковка соответствовала таким-то требованиям по гигиене, по концепции жизненного цирка, цикла имеется в виду, утилизация. А уже разработки имеются, биоразлагаемые. В тот же полиэтилен, если добавить крахмал, то через полгода, закопанный в землю, там от него ничего не остается. Есть наработки. И та же пленка прекрасная из кукурузы. Мы таблетки глотаем, которые уже делаются из растворимых и съедобных, вполне природных полимеров и так далее. То есть стандарт плюс финансовые, экономические какие-то обоснования. Цена, качество и потребительские свойства. Вот тут резких колебаний быть не должно. Иначе можно вылететь из рынка и не попасть на него. Стратегия развития науки и технологий получила название в нашей стране «Беларусь интеллектуальная». Акцент в ней сделан на цифровизацию. Юрий Михайлович, мы за год продвинулись ближе к этой цели цифровизации экономики? Вы знаете, вот по-моему, декрет номер 8, мы не продвинулись, а мы рванули. И о том, что в Беларуси, в этой области такая создана законодательная база, говорил и продолжает говорить весь мир. Мы впервые, ну на постсоветском пространстве так это точно, ввели в законодательное поле так называемое английское право. Расширили перечень видов деятельности парка высоких технологий. Там был один вид деятельности – IT-технологии. И имели право вступать в этот парк только предприятия, которые занимаются именно IT-технологиями. Сегодня 38 видов деятельности, в том числе и связанные с цифровизацией, введены в оборот вообще такие понятия, как майнинг, блокчейн, токинг, криптовалюты и так далее. У нас уже функционирует, в стране начала функционировать биржи криптовалют. Мы никуда от этого процесса не уйдем. В свое время, еще во времена, когда Академию возглавил Михаил Владимирович Мясникович, тогда уже начались программы. Электронное правительство, электронная медицина, электронная информация и так далее, и так далее. Вот оно сегодня все уже срабатывает. И мы это видим, ну буквально у вас тут все в камере, все в студии, все цифровое. Люди говорили про гаджеты, это все на цифре. Это более помехоустойчивое, это более, так сказать, качество передачи информации и так далее, и так далее. Но я думаю, что это начало пути, и мы еще будем двигаться дальше в этом направлении. Законодательная база создана. Но вот этот взятый темп вы оцениваете как достаточно? Нормально, я считаю, что нормально. Юрий Михайлович, давайте вернемся к вопросу, который нам задавал наш телезритель Владимир. Я думаю, что время уже пришло, потому что уже не столь много его осталось до конца программы. Был у нас филиал. Да, ну вы знаете, значит, когда у Черчилля спросили, что такое демократия, он говорит, вы идите на улицу и у пяти подряд людей поговорите с ними о мировых проблемах. И вы поймете, какое это страшное оружие демократия. Но, говорит, ну лучшего человечества не придумало. Здесь тоже сработала демократия. У нас на общем собрании наш коллега, бывший директор института, выступил и предложил закрыть филиал. Включились в машину голосования и закрыли филиал. Хотя, конечно же, он делал очень много полезного и область полком поддерживал это движение. И фактически это был не просто филиал, это был научный центр. И мы двигались к этому, потому что в него входили не только академические институты, расположенные на территории Гомельской области, но и научные подразделения вузов. Ну, такое так произошло, что ж куда деваться. Ну, это год, да, без филиала президиума у нас в Гомельской области? Да, этот год уже был без филиала, да. А как-то вы почувствовали разобщенность в научном мире? Не, но мне приходится почту в одиночку выполнять функции. Если кто-то обращается в тех пределах, которые выполнял филиал, мы не отказываемся. В пределах своих возможностей выполняем все работы. Юрий Михайлович, пять минут остается до окончания программы. Есть два сообщения на Вайбере. Я вас прошу коротко, насколько это возможно, прокомментируйте, пожалуйста. Какие исследования сейчас ведутся на Большом Адронном коллайдере? Следите. Большой Адронный коллайдер закрыт. Значит, закрыт на ремонт. Но из читателей, зритель наверняка осведомлен о том, что не так давно был открыт бозон Хиггса. Это уникальная частица, которую очень трудно объяснить. Говорят физики, что это та частица, которая дает массу всем остальным и нам с вами. Значит, она была открыта. Это и среди множества авторов, а в списке авторов все сотрудники ЦЕРНа, которые на тот момент работали в этой организации. И среди них 21 человек белорус. Но на данном этапе готовятся новые эксперименты, пока он не работает. И еще один вопрос. Какая научная школа в Беларуси самая сильная? Есть ли такое в научных кругах деление о том, что вот у нас сильна физика или математика? Ну, вы знаете, все относительно. Но почему-то считается, да, у нас хорошая физическая школа. Это институт физики, лазерные техники, лазерные технологии. Они востребованы. Но я бы сказал, что у нас самая сильная школа – это Гомельская школа в области науки Олеси. Или Гомельская школа в области науки о полимерах. Это без преувеличения. Или там Гомельская школа в области литературоведения, искориноведения, ну и так далее, и так далее. Поэтому трудно сравнивать из разных областей. В разных областях есть самые сильные школы, которые видны на мировом научном горизонте, в том числе и Гомельские. Спасибо большое, Юрий Михайлович. В прошлом году вы рассказывали мне о книге, над которой тогда работали, которая осенью увидела свет. В ней вы собрали те гипотезы свои, авторские, по темам, которые вас интересовали лично. Буквально все, да, от того, как правильно есть шашлык, до того, откуда зародилась Вселенная и почему вымерли динозавры. У нас есть две минуты на обсуждение такого важного вопроса, как возникновение жизни на Земле. Как вы себе это объясняете? Ну, вы знаете, есть такая теория по анспермии, жизнь на Земле привнесена из космоса. И я считаю, что это правильно. Если говорить о том, что жизнь на Земле существует, ну, сколько там, Земля, там, 4,5 миллиарда лет, а жизнь, органическая жизнь, там, порядка 4 миллиардов лет. Я считаю, это не совсем так. Жизнь миллиарды, если не сотни миллиардов лет существует в разных уголках, существовала и существует в разных уголках Вселенной. Мой взгляд, так случилось, что я занимался процессами кристаллизации и радиационным воздействием. Вот где-то вот здесь на стыке от кристаллизации как механизма самоорганизации, что свойственно живой природе, к репликации, то есть самовоспроизведению, это уже под действием радиации. Вот здесь, на этом пути от кристаллизации к радиации и где-то мостик от неживой к живой природе. Ну, об этом вот в данной книге мой взгляд на происхождение жизни, потому что кристаллизация – это избирательный процесс. В природе бывают только левые, там, аминокислоты и правые – сахара. А как, в смысле, в живой природе? А в природе они всякие бывают. И вот только процесс кристаллизации позволяет избирательно извлекать из этой среды, из того бульона, как считается, в котором в океане зародилась жизнь, только с помощью кристаллизации можно формировать вот такие нарушения, как это называется, хиральной симметрии. Спасибо большое, Илья Михайлович. Я рекомендую к профессению вашу книгу. Оно есть в библиотеке в областной, пожалуйста. Всем, кто любит, ценит, интересуется наукой. Спасибо за сегодняшний диалог. Юрий Плескачевский, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин